Есть какое-то ощущение, что коннекта нет в данный момент между Амкалом и Прокопом? Ну, именно между Амкалом. То есть, как будто бы у меня коннект с Мишей есть, а у Амкала с Мишей как будто бы нет коннекта. Да, это, ну, я думаю, что это надо быть слепым, чтобы не замечать. Привет, друзья, это Егоров. И у Амкала уже новый игрок. Это Герман и Классик. Я давно хотел, кстати, себе нанесение именно большое сделать. Да, поэтому сейчас мы его будем представлять. Новый спонсор, но это я вам потом расскажу, когда у нас будет, надеюсь, большое интервью со всеми планами, когда они подтвердятся, когда уже все будет ясно. Поэтому сейчас прям блиц, потому что очень много связанных с ракетами, с переходом Джуси и всеми остальными. И в этот момент, первый раз я слышал, когда полыхнуло у Жеки из Тудротс, который в том числе в ситуации, когда Амкал ни при чем, все равно вспомнил Амкал, сказал про сраный гиф, потом вроде как извинился, но, по-моему, в этом его извинении был скорее подстеб. Прочувствовал ли ты это? И как ты вообще вот сейчас вот реагируешь на то, что, в принципе, еще даже Амкала не было, но все равно мы уже включились? Я не согласен, что его не было, потому что там же на тот момент всем казалось, что Джуси именно перешел в Амкал, потому что там пошли какие-то такие фоточки с логотипами. Поэтому я думаю, что, возможно, эта фраза была вкинута. И более того, я увидел сообщение от Жеки в личку о том, что, типа, чувак, сорян, там что-то про гиф спизданул, вот, типа, не бери на свой счет, раньше, чем этот кружочек. А, то есть он сначала сказал, потом сразу написал. Да, он мне написал в личку, да, поэтому вообще я уверен, что это случайно просто. Ты брал Джуси на тренировки сразу, в том числе для того, чтобы и задеть дрот, типа, вот смотрите, чуваки, он только что там целовал вашу эмблему и говорил, что никогда там никуда не перейдет, но тут же я надеваю на него футболку и приглашаю его тренироваться. Не, не такая история. Джуси же начинал с Amcal Pro, он выиграл айфон, он на тех воротах сломал, тогда думая, что сломал палец и так далее, то есть доставал пенки. Просто я в целом в нормальных отношениях с Джуси и был, и есть, и во время, когда он был с дротами, у меня с ними отношения не портились, мы всегда могли обменяться сообщениями в директе, вот, поэтому все. Он искал команду, где потренироваться, и без проблем, мы открыты для него, и в том числе, ну, то есть я думаю, что он еще будет появляться у нас на тренировках. Почему ты не берешь его на сезон? Потому что на данный момент я не думаю об усилении вратарской линии, у меня есть два подписанных вратаря, мы сейчас думаем, что мы будем делать с Аней, то есть по итогу, если, ну, по итогу третий голкипер и нам будет нужен, и мы не найдем команду с Аней в момент, то третьим голкипером будет Саня. Почему в какой-то момент, ну, мне кажется, даже ты немножко заинтересовался этой темой, что начала молодежь спрашивать о деньгах. Давай представим, что Арсений Левшук подходит к тебе и говорит, Гер, вот, есть такое, но 70 тысяч в месяц. Очень сложно предположить такую историю, потому что Сеня Левшук не подойдет в такой, в таком формате, вот, именно, ну, то есть у нас же немножко несколько другая история, у нас все-таки про футбол, и я со многими ребятами, если кто-то хочет дополнительные работы, дополнительные оплаты, я всегда стараюсь их как-то нагрузить, где-то помочь, где-то, то есть я стараюсь лить за, ну, 100% я не могу сделать благосостояние всех сразу супервысоким, но если кто-то из ребят нуждается в какой-то там помощи, я сторонник того, чтобы попытаться дать им удочку, вот, и, знаешь, там, ну, то есть у нас были примеры, когда, там, я могу продакшн на себя взять, чтобы кто-то там что-то поснимал, еще что-то взять на себя, чтобы ребята могли, то есть поговорить где-то с какими-то букмейкерами, посоветовать, там, обратить внимание на наших пацанов, то есть это явно как-то... Ну, если бы тебе кто-то поставил ультиматум, именно зарплата, или я ухожу? Ультиматум, это ужасно, 100%, ультиматум, это вообще, я считаю, что ультиматум никто не должен ставить, ни руководитель, ни... Ну, я просто, ну, знаешь, как будто бы у Женьки немножко не такая история, у нас же все-таки, ну, руководитель клуба и команда, вот, а я не знаю, какая у них и архия правильная. Ну, то есть при ультиматуме ты тоже бы сказал нет? Ну, при ультиматуме, конечно, да, тут без вариантов. То есть ты бы сказал, у меня вот есть варианты, чтобы ты заработал здесь и там, и все было бы здорово? Ну, да, нет, я бы, знаешь, как, тут супер разные истории, если ты говоришь, как Сеня подходит и говорит, чувак, у меня там жизненная ситуация сложная, мне нужна вот здесь сейчас, я бы постарался с ним решить этот вопрос, как здесь сейчас ему достать нужную сумму, чтобы решить свои проблемы, и чтобы дальше его все устраивало. Но, опять же, я уточню, что, на мой взгляд, как будто бы все имели право все делать. Я супер согласен. По-моему, Брейн высказывал эту мысль о том, что Джуси имел право подойти прямо и попросить денег, и Женя имел право также прямо ему сказать, что нет, я не готов. Другая история. Завтра ракеты, ну, точнее, не завтра, а вот представь, что ракеты вместо Богдана и Эда рекламирует кто-то другой, но вам кали. Ну, мы пожестче следим за этим. У нас есть, ну, опять же, я говорю, у нас эта штука выработана годами, и, наверное, это отличает формат команды. То есть, условно, ты бы в первый же день сразу позвонил и сказал, чуваки, вы не имеете права. Ну, да, да, сто процентов. Ну, не то, что не имеете права. Во-первых, у нас есть большое количество ребят, которые успевают следить быстрее, чем я. Я думаю, что я даже был бы какой-нибудь пятый в списке, кто обратил бы на это внимание. Ну, у нас были какие-то случаи, там, спорных реклам, и мы всегда стараемся огородить, опять же, как руководитель Амкала, я переживаю за репутацию. Я понимаю, что если игрок Амкала рекламирует что-то, что не рекламировал бы лично я, тогда это будет вопрос к команде. Джуси как раз поднял эту тему и сказал, что видит здесь лицемерие, что, типа, чуваки, вы в течение трех недель вообще никак не реагировали, а потом сразу пацанов отстранили. Типа, это нечестно. Ты имеешь в виду... Ну, на то, что, да, никто не говорил. Ну, в том числе и общественное порицание тоже, я думаю, что влияло на этот результат. Я не знаю, какие мысли там были в момент вот этого происшествия там у Жеки, но понятно, что, то есть, вполне вероятно, что он мог там особо не знать даже, кто там что на личных страницах рекламирует. Ну, то есть, типа, не все так... У нас просто задача есть следить за всеми. То есть, у меня есть админы, которые занимаются тем, что они следят за соцсетями всех игроков. Я не могу знать, что 35 человек одновременно выкладывают. Ты бы взял Богдана и Эда в Амкала, если бы от них отказался эту дроту? Ну, допустим, Эд, неплохой футболист, и он бы сказал, типа, чуваки, я создал свою вину, там, или не вину, давайте, можно ли с вами потренироваться как Джуси, просто потренироваться? Ну, если на вопрос взял бы, нет, не взял бы, если бы, допустим, Эд написал бы с просьбой просто по трене, типа, для поддержания формы, без проблем, на тренировках. Ну, то есть, мы в целом открыты, если кто-то хочет к нам прийти, потренироваться, ну, с кем мы лично на Connect знакомы, это не значит, что надо заваливать директ, типа, я хочу, я хочу. Ну, то есть, у нас, например, на следующей неделе придет Вадим Логинов, он восстанавливается, да, помнишь, из Красавы, который был, но это еще его не просмотр, он просто идет восстанавливаться, он такой, вот, нет манежи, негде, типа, тренить, пока везде снег, типа, можно я начну по кругу бегать и так далее у вас без проблем? Ну, это бы ты не взял из-за того, что он не подходит по игровым каким-то форматам, или потому что он в такой ситуации засветился? Не рассматриваю, даже, ну, типа, имея всю подноготную, без рекламы. Буквально, нужно миссис. Окей, сейчас прям две минуты. А сюда? Ну, видимо, сейчас переедем с тобой куда-нибудь. Вот, ну, типа, я Эды и не рассматривал, как усиление, ну, и Богдан это тоже тем более. То есть, Эд хороший, прям, сильный футбик, вопросов нет, но имея подноготную того, что он игрок Тудроц, и он игрок Тудроц достаточно давно, то есть, он и второго мая играл, и на МКС играл, и давным-давно ассоциируется даже у болельщиков с цветами дротов, поэтому, ну, типа, мне кажется, ну, типа, это, знаешь, какая-то страна, что, а если бы Хайджей захотел бы сыграть за МКС? Нас просто выгнал охранник, как вы слышали до этого, поэтому, ну, скажи честно, ты вот прям категорически против того, чтобы Богдан и Эд участвовали, например, на МКС, или сейчас через месяц возвращались именно к съемкам, к медийному футболу? Не, я не против, чтобы они принимали участие на МКС, и мне, честно сказать, похрену, когда они вернутся, я не хочу играть в санитара леса, мне в целом без разницы, кто чем занимается. Я беру ответственность только под своих ребят, которые у меня в команде, ну, типа, с которыми я работаю. У всех свое личное восприятие хорошо и плохо, и я в какой-то момент метался между этими хорошо и плохо, и понял, что мне комфортно судить только по себе и тем, с кем я работаю. Вообще без разницы, если честно, выгонят их, не выгонят, и типа... Закрывая эту тему, бывали логичные вопросы, в том числе и я, и ты, и МК тоже играл под способством букмекеров, которые были нелегальными. Ну, там опять есть очень большая разница между нелегальными букмекерами именно в России, и они просто нелегальные букмекеры. Тут, типа, очень тонкая грань, и между каперством и ракетами, ну, то есть, типа, там, и так далее. Плюс ко всему, там, есть вопрос о, там, казино, которое, например, на Твиче есть какие-то там, как я узнал, легальные казино, и в этот момент я такой, а, ну, тогда мне точно очень сложно будет разобраться, где их хорошо или плохо, почему, типа, есть ребята, которые рекламят казино там. Ну, типа, каждый делает свой выбор. Сирикально выражал мнение, что нам нужно создать какое-то общество между различными футбольными клубами, где прописать какие-то... Да его невозможно создать. Мы тогда с тобой общались, да, на эту тему тоже в чате. Ты закидывал идею, что нужно создать такую какую-нибудь независимую комиссию, которая, знаешь, как, условно, там, Барфлэр... Ну, из разных клубов, да. И там какой-то комитет, который... Ну, я считаю, что на данный момент это просто невозможно, потому что количество команд дееспособных не так много, чтобы, ну, то есть, организовывать какой-то комитет, который может... Это плюс, опять же, интересы команд могут у каких-то команд пересекаться, что, соответственно, влечет за собой не совсем справедливый вердикт. Плюс ко всему, Тутроц как команду, ну, я на данный момент не рассматривал, потому что, ну, они не позиционируют себя как команда. Ну, как бы, я мысль просто разверну, чтобы я скомканно сказал, ты понял меня, что, да, допустим, команда Амкал, команда на спорте, другие команды-то в комитете не участвуют, получается, потому что они там не такие дееспособные. А тогда почему мы должны какие-то вердикты по Тутроц выносить, если они даже не пытаются сказать, что они команда и не пытаются сказать, что мы лучше или хуже, типа, они... Очень коротко, касаемо команд. Смотри, сейчас подписываются разные команды с разными букмекерами. Сейчас, условно, у Амкала и Тутроц будет разный букмекер на данный момент. Не опасаешься ли ты, что, например, летом Тутроц в августе, учитывая, что у них другой букмекер, говорят, типа, чуваки, для того, чтобы мы приняли участие на МКС, заплатите нам, например? Это все... Знаешь, как тебе сказать? Нет, не боюсь 100% и, опять же, МКС как формат существовать 100% будет, и если мы получим отказ от Тутроц на участие, я вполне их пойму. И более того, я даже в какой-то степени... Наверное, я больше даже удивлюсь... Ну, наверное, либо они поменяют какую-то свою политику, либо если они просто продолжат быть не командой, но сформируются опять в команду под МКС, то это будет странно. Ну, то есть... Хотя, с другой стороны, даже в таком формате им хватило, чтобы там в топ-3 попасть, в топ-2 попасть, то есть, на ней, поэтому... Ну, то есть, я бы так не делал. Ну, то есть, типа, цепляться за Тутроц уже нет смысла? Вообще, а МКУ другие цели? Да у нас из-за МКС нет смысла цепляться. Ну, то есть, типа, в целом, формат лиги, медиа или МКС, он для нас не стоит во голове. У нас другие цели, другие планы, поэтому... Ну, типа, классно, супер! Соберем МКС, будем участвовать. Вот ровно месяц мы будем хотеть выиграть. Но до МКС и после МКС мы о нем не будем думать. То есть, главная вообще другая повестка? Да, конечно. Не главное подготовиться летом к МКС? Ну, типа, в рамках лета... Ну, не, наверное, если в рамках, типа, июль-август, это главная повестка. Но если мы уйдем за рамки, то есть, там, если мы возьмем год, то это не главное событие. Если мы возьмем полгода, то это не главное событие, поэтому... Впереди, насколько я знаю, Англия, прямо вот если коротко, Англия, сначала Сибирь, потом Англия, потом еще выезды. В Англии уже прям есть договоренность, то есть, понятно, против кого будем играть? Ну, есть договоренность, да, но мы пока не можем их, да, спойлерить, потому что, ну, опять же, как только мы зафиксируем... Просто это, ну, очень сложная организационная история, и нам нужно зафиксировать на бумаге всю эту историю. То есть, есть да-да-да-да, но нам нужно четкое понимание, приглашение и так далее. Что все визы дали? Ну, да-да-да-да, поэтому мы пока решаем организационные моменты, но вполне вероятно, что в скором времени начнут выходить видосы, там, какая-то будет полусовместка с англоязычной командой, вот, и, собственно говоря, будем постепенно реализовывать. По факту, я в какой-то момент просто понял, что Амкала, знаешь, это такой способ мне реализовать какие-то мои мечты, и в команду входят ребята, которые просто схожи по интересам и по желанию. Если говорить о схожести интереса, в нескольких роликах Прокоп, ну, прямо заявлял, да, что, типа, там, я уважаю Германа, но в то же время мне не нравится атмосфера в Амкале, ну, так особо, насколько я понимаю, насколько вижу в чатике, он, кроме плюсиков и минусиков, тоже там, ну, не принимает участие в обсуждении. Также он, по большей части, там, может тренироваться где-то на спорте, не только в Амкале, там, где-то... Ну, не по большей части, у нас была история, да, что он потренировался на спорте, а на следующий день... Нет, чуть-чуть, нет. Ну, то есть, когда у нас была пауза, типа, да, а так, была одна тренировка, когда мы выходили с паузы с нашей, вот, и с отпуска, он за день потренировался на спорте, а на следующий день на нашу поставил плюс и проспал, он не пришел, и пытались с ним связаться, в общем, так и не связались, ну, вот. Вот с этой историей, еще связанной с Турцией, ты можешь объяснить сейчас, зачем Прокопу Амкал, зачем Амкалу Прокоп, учитывая, что Прокопу, насколько я понимаю, не очень это все нравится. Ну, вполне вероятно, что этот вопрос нужно задать самому Прокопу, ну, если, типа, зачем Прокопу Амкалу, вот, по нам, наверное, ну, типа, нет смысла что-то громкое или там однозначно заявлять, пока мы с ним не поговорим лично, но вот сегодня на игре там произошел очень такой важный инцидент, который мне безумно не нравится, окей, мы с ним обсудим, и, ну, какой, то есть, опять же, у него там, по-моему, ближайший у кого заканчивается контракт, А у него прям короткий был контракт у Миши? Ну, нет, он просто был подписан в середине, то есть, он был подписан в середине осени, и он заканчивается в апреле, если не ошибаюсь, вот, поэтому, ну, типа, в любом, то есть, в любом случае этот разговор будет там, либо в апреле, но, опять же, раз произошел там один прецедент, второй, там, третий, то имеет смысл сесть за стол переговоров раньше и прийти к какому-то общему знаменателю. Условно, если Прокоп скажет, например, раз подвисает мое участие там в матчах в Англии в мае, то там я хочу уйти там прям сейчас, ну, например, гипотетически. Если кто-то из игроков МКАО подойдет ко мне и скажет, чувак, я хочу уйти в другую команду, я в целом, ну, типа, знаешь, как, если мы не говорим о том, что человек договорился, и потом, типа, уже задним числом пытается все, тогда, конечно, я встану в позу и, там, буду требовать каких-то отступных прописанных контрактов, но, опять же, если кто-то мне скажет, что, чувак, мне некомфортно, я хотел бы покинуть команду, я его отпущу. Ну, у тебя же отступные, без отступных. Ну, есть по... Потому что я слышал, что у Прокопа отступные несколько сот тысяч рублей. В контракте есть пункт по общему, ну, типа, по... если обе стороны хотят разойтись, никаких проблем с этим не будет. Ну, я правильно понимаю, что по отступным Прокоп самый дорогой в другом КАО? Нет, самый дорогой в другом КАО блат. Больше миллиона? Ну, ровно. Ровно миллион. Если кто-то хочет забрать блата, тот платит миллион рублей. Да, причем мы с ним договорились, что мы готовы пилить им бабки. Вот, ну, официально самый дорогой в другом КАО Виктор Блатов. Прокоп больше 500 тысяч? Как раз что-то около того, там, плюс-минус. Если бы тебе сейчас обратились 500 тысяч и сказали, мы покупаем Прокопа, ты бы отдал или нет? Ну, это не собственность, чтобы... Ну, это скорее, да, это скорее вопрос о том, что если, типа, команды... Ну, всегда можно переговорить по поводу всех. Ну, то есть, это желание игрока уйти, плюс желание команды оплатить. Вообще, все складывается, тогда тут нет... Ну, у тебя есть какое-то ощущение, что коннекта нет на данный момент между Амкао и Прокопом? Ну, именно между Амкао... То есть, как будто бы у меня коннект с Мишей есть, а у Амкао с Мишей как будто бы нет коннекта. Да, это... Ну, я думаю, что это надо быть слепым, чтобы не замечать. Грустовато не у меня. А почему? Ну, нет ничего. В любом случае, чтобы как бы все это дело не развивалось, оно же в любом случае все растут, все развиваются. Это придаст каких-то новых красок, поэтому... Брейн на эфире в Инстаграме у меня заявил, что вот в этой ситуации, когда молодежь достаточно часто чем-то недовольна, бывает, ну да, где-то там у кого-то... Кто-то считает, что должны там зарабатывать деньги или платить. Кто-то считает, что хватит уже просто участвовать в чужих проектах, нужно уважать себя, там, и... Там даже на челленджи хотят деньги. Ну, это, да, допустимо. Там, кто кого-то не устраивает, там, может, что мало играет. А Брейн сказал, что молодежь развратили на спорте. Ты с этим согласен или это утрирование? Ну, утрирование, просто это камень преткновения, который все видят. Ну, типа, ты видишь, что есть там переплаченные, как будто бы за кого-то могут переплатить сильнее, чем... Ну, то есть, на мой взгляд, ну, я не знаю, даже там 500 тысяч рублей не стоит ни один игрок. Даже я со своей аудиторией или даже Женька Бобзуни со своей аудиторией. Ну, потому что такого импакта это не работает так, что ты сразу их придешь, и майки столько не продадутся. Это не трансфер футболиста, там, не знаю, Роналда откуда-то. Ну, вот, поэтому... Ну, опять же, все имеют абсолютное право оценивать себя во столько-во столько хотят. И если... Ну, типа, очень классно. Если ты себя можешь продать за миллион, супер. Если ты себя можешь продать за пять, классно. Ну, типа, условно, если бы мне попросили приехать на мероприятие, я бы не 500. 500, я сказал бы, ебать, 500. Я слишком... Я еще не дорос до уровня, чтобы 500 просить за такое, чтобы... Вот. Я за Ткачука бесплатно приезжаю играть, потому что я футбол люблю. Ну, вот. Но, тем не менее, для тебя на спорте не разрушает рынок скорее или, наоборот, его поднимает, привлекая каких-то новых спонсоров? И вообще, как Джуси говорил, ты веришь, что в какой-то момент здесь люди будут зарабатывать больше, именно зарабатывать за игры, чем в РПМ? Я не особо верю, не особо в это верю, что здесь будут зарабатывать, ну, опять же, из-за количества команд, из-за того, что в определенном... Ну, мы живем на интересе публики, на просмотрах и так далее. Ну, типа, мы можем собрать топ-15 медийных команд и получить... Ну, если мы разделим эти цифры на 10 команд, мы получим очень маленькие цифры, которые будут не сильно выше второй и первой лиги. Ну, то есть, типа, это если мы берем топ-3, мы получаем хорошие цифры. Не верю, что здесь будут баснословные деньги, как у футбольных клубов, потому что, опять же, никто из нас, из медиа-команд не в государственном бюджете сидит. То есть, типа, нет какого-то выделения бюджета, чтобы ты его, там, типа, каким-то образом уже тратил на нужды команды. Это все частная история, поэтому... Еще один вопрос. Ты решил, или, точнее, вы вместе с прошлым спонсором решили разойтись. Вот так вот где-то в сети ходят слухи, что ты запросил в два раза больше, чем в прошлом году. Так это или нет? И если да, то под какие проекты? Не то, чтобы прям... Ну, типа, мы запросили больше, чем... Потому что мы не сшивали концы с концами. Условно, в момент нашего сотрудничества я не заработал ничего вообще. Опять? Не, не то, что опять. В каких-то... Ну, там, допустим, раньше в форматах я не зарабатывал в проектах, там, в проекте Амкал, а зарабатывал в моменте, когда я, ну, что-то... А здесь я все, что заработал в обычных видосах, которые, там, минимум тратятся, но интеграция дороже, она, типа, это все вошло в Амкал. То есть, ну, совсем, грубо говоря, там, на трансляции мы, там, получили 3,5 миллиона, а я потратил 5,5 миллиона, ну, типа... То есть, ты влил на трансляции матча, на все остальное... Ну, и просто, ну, для меня было очень важно перевести команду с... Ну, можно сказать, в офлайн, можно немножко сказать, в автономный режим. То есть, сейчас Амкал с этого года, он не... Это не просто проект на канале. Ну, то есть, типа, это... Да, канал, естественно, сильно привязан к этому, медийность сильно привязана, но в целом Амкал, как будто, ну, типа, он автономно живет от Германа или Классика, как блогера. А тебе от этого что? Ну, мне от этого есть Герман или Классика как блогер, который занимается своим контентом и получает зарплату за свой контент. Есть отдельно футбольный клуб Амкал, неважно, любительский, неважно, шоу-команда, но это отдельная команда со своим бюджетом. Вот, все. Тебе хоть раз обращали, чтобы именно вот этот вот сам проект Амкал у тебя выкупить? Ну, когда-то очень давно и на уровне слов. Ну, то есть, оно же так просто не поедет, если ты просто заменишь все лица. То есть, ты даже, если ты выкупишь название, оно же не поедет, не полетит, поэтому, а стоит это очень дорого. Нет, ну, допустим, остаться тебе президентом клуба, но владелец будет другой. То есть, владелец дает тебе деньги, а ты президент клуба, но в любом случае... Ну, это будет настолько неоправданно дорого, то есть, очевидно, что дешево я это не сделаю, а так дорого, что как будто бы с этого профита человек, ну, типа, он в минус явно уйдет. Как ты думаешь, сколько сейчас стоит Амкал? 50 миллионов? Не знаю. 20, 30? Ну, за 50 миллионов ты бы продал? Нет. За 50 миллионов не продал? Ну, условно, ты, ну, знаешь, как тебе сказать, ну, там, МКС проводится, там, типа, в 6, там, 5-6, это 100 проводился. Нет, я говорю, я говорю... Ну, я понимаю... Нет, я говорю про другое. Я говорю, что 50 рублей тебе на руки за то, что ты все говоришь. Я не Амкал, но при этом дальше клуб существует и финансируется вот этими же людьми, а ты президент. Ну, я просто не буду этим заниматься. Ну, то есть, если уж продавать, то тогда я бы продал и не занимался. Зачем? Смысл тогда, да. Ну, то есть, пока смысл оставаться тем же самым, просто, ну, уже потеряется, уже решения не мной будут приниматься и так далее. То есть, это полная продажа, и я тогда просто буду заниматься другим. А новый спонсор, что он хочет? Он как раз хочет, чтобы мы ездили больше по разным городам? Ну, на данный момент мы сошлись во мнении, и у нас очень похожий взгляд на многие вещи, ну, типа, на то, как мы видим дальнейший путь Амкала, на все наши движухи, и у нас прикольные... Знаешь, то есть, типа, нам обоим интересны имиджевые истории какие-то крутые, поэтому мы в этом году сильно поработаем над стилем, над имиджем, и даже где-то это может не так сильно окупаться в цифрах, я имею в виду, ну, там, количество переходов или количество... Рассмотров. Да, ну, да, то есть, мы больше работаем на... Даже на ту аудиторию, которая приходит на стадионы. То есть, наша задача сохранить и приумножить людей, которые приходят на трибуны, чем на конкретном матче набрать миллион. Я понимаю, что если я запишу конкретный видос про матч, и не буду никак спойлерить, там, типа, сыграю без зрителей, но это видео может собрать лям. Но мне логичнее провести трансляцию, которую посмотрят, там, 600 тысяч, и при этом вживую придет, типа, там, 15 тысяч. И это намного предпочтительней. Вот, и мы в этом плане сошлись с нашим новым спонсором. То есть, я еще раз настаиваю на том, что по факту Амкалу именно в блогерском футболе, в московском, особо... Ну, как будто бы мы все всем доказали. Не то, чтобы не с кем и неинтересно играть. Да, нет, как бы, всегда интересно играть, все классно, супер. Ну, просто как будто бы ты всем уже здесь все доказал, и тебе хочется двигаться дальше. То есть, ты уже, ты считаешь, что Амкал на уровне выше, по сравнению с остальными? Да, ну, очень громкая фраза, ну, типа, в наших целях, да, а у других команд другие цели. Ну, вот, поэтому... Ну, то есть, знаешь, как если мы там с кубков МКС, Рома скажет, у нас тоже кубок МКС есть, и что? Вот, и мы скажем, у нас второй есть. Ну, просто как будто бы здесь... Знаешь, как это больше для самих себя. Для самих себя я доволен нашей работой в том году. Мы сделали все, что... Ну, условно, когда ты вкидываешь 5,5 миллионов и 2 своих, у тебя мысли в голове какие? Типа, пофигу? Ну, ты понимаешь, что эти 2 миллиона мог вкинуть куда-то, там, я не знаю, даже... Нет, 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 нет. У меня же были истории о том, что в том году я там несколько раз обращался к кредитам, и в последний раз даже там у родителей... Ну, там, история с Иркутском и так далее, она же тоже разлетелась. Вот. Ну, я просто чувствую себя некомфортно. Ну, то есть, я понимаю, что у меня есть возможность дозаработать там эти деньги дальше, но я чувствую, когда я... Не очень удобно быть вне комфорта, когда ты постоянно ищешь какие-то средства с дополнительной, какую-то рекламу предлагаешь, может быть, соглашаешься на какие-то договоры рекламные, где ты бы запросил бы там больше денег или не стал бы какой-то продукт рекламить, но ты его соглашаешься рекламить, потому что у тебя нет особо выбора, ты пытаешься концы с концами свести. И последнее про трансферу. Будет ли Амкал кого-то еще брать? Да, 100%. Прямо да. То есть, не считая Логинова. Вот, допустим, смотри, сейчас завис вопрос на спорте с контрактом Володи XXL. Ну, будем считать, что Прокоп остается. Ты бы хотел условно Володи XXL сказать, типа, Вов, вот, давай, вот, будем играть. То есть, какие трансферы тебе нужны, чтобы это была медийка и футбол, как Володя? Ну, потому что, по факту, это хороший персонаж на рынке. Или тебе важна там какая-то химия, чтобы он подходил, именно чтобы он был друг Германа или Классика, или друг Амкала? Сейчас я, наверное, могу себе позволить искать людей, подходящих по вайбу. По вайбу к коллективу. Ну, то есть, у меня сформированный коллектив, сильный коллектив. Я считаю, что наша команда, ну, действительно, очень боеспособна. И мне важно находить ребят, которые как пазл войдут. То есть, я типа могу себе позволить выбирать между большим количеством игроков, которые сами горят и сами желают. Но история, когда, ну, там, типа, за Володей, там, тоже охотятся. Я не знаю, насколько там дроты хотят или не хотят свою компашку. На спорте тоже, я так и не понимаю. То есть, там, типа, зарплаты, все дела. Я суперклассно отношусь к Володе. Очень классный чел. Обожаю играть с ним в футбик. Бывает, что я с ним играю то там на челленджах, то еще где-нибудь мы пересечемся на поле. Он классный, хороший напад. Вот. Но я его не рассматриваю даже как потенциальное усиление Амкауа. Потому что вайп другой. Ну, вайп другой. И не совсем, ну, типа, не совсем подходящий, там, персонаж под мои какие-то. Вот кому за 30. Я, типа, вот этих старперов я собираю. Даю второй молодой старпер. А про вайп ты понял как раз в случае с Прокопом, да, что он достаточно устраненный? Ну, опять же, да, опыт ты показывает, что есть. И дело не в возрасте, на самом деле. Ну, то есть, у нас же есть молодые ребята, которые в этом влетают. Ну, у всех же свои какие-то взгляды, интересы. И кто-то влетает как пазл, а кто-то как будто бы с другими деталями. И у него не получается ворваться. Нича остается? Ну, как комментатор на выездах и везде, да? Даже несмотря на деньги и на все остальное. Да, ну, типа, в любом случае. То есть, по факту... Нет, опять же, у нас будут, то есть, у нас есть там Гром, есть Тёма Нечаев, который комментирует. У нас также есть ребята с Матч ТВ, которые помогают. Гром, Нагучев, Дима Шнякина. То есть, типа, в какие-то там матчи будет взаимозаменяемость. Ну, конечно, он будет. Ну, то есть, 22-го числа, например, Тёма вместе с Громом должны комментировать матч наш. Со Спартаком? Да, да. Ну, ты имеешь в виду, да, у нас разные букмекеры и Тёма не сможет... Да, 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 разные букмекеры, условно, там Тёма едет в Англию и участвует в общих командных мероприятиях. Ну, опять же, пока что, знаешь, как история с комментаторами, это та история, о которой мы пока не думали про Англию. То есть, мы пока что занимаемся там Нагду, чтобы согласовали всех игроков, а потом уже команду. Ну, тогда ладно, еще один внутренний вопрос. Что нужно сделать к Кожемяке, чтобы вернуться? Потому что сейчас он... Мы его устанавливаем, он лечится, у него есть доступ до всего, что есть у Амкала в плане медицины. Мы его прооперировали, он под контролем нашего ДОКа, восстанавливается, и как только он говорит, я готов, он залетает без каких-либо там, не надо ему ждать каких-то там отборов, и так далее. Просто залетает на тренировку, обратно. Да, залетает на тренировку, смотрим, если он готовый, сильный и подходит нам, мы его переподписываем. Без проблем. Если он не набирает или, не знаю, не получается вернуться, не получается восстановиться, тогда, ну, типа, именно... Но, опять же, Никтос помогает нам, то есть у него нет такого, что он пропал, он там... Ну, это как раз про вайп, да? Условно, он мог бы сказать, типа, там, чуваки, я пошел... Ну, мы бы тоже могли, знаешь, типа, сломался, у него контракт закончился, через неделю, просто, он сломался. Ну, давай, дружище, пока. Все, нет, ну, мы типа его прооперировали, мы за ним следим, он также занимается, сейчас пойдет в ремедику заниматься и так далее, поэтому подконтрольно, смотрим, следим за ним. Понятно, то есть Амкал опять выходит на новый этап. На пять. Каждый год одно и то же. Ну, а что делать? Не, ну, ты прыгаешь, собственно, жопу пытаешься перепрыгнуть каждый раз, куда деваться, с этого никуда не денешься. Давайте, друзья, скоро мы вам покажем нового букмекера и подробнее Герману и все, обо всех, обо всех рассказах. Обо всех. Обо всех. До свидания. Короче, все. Посмотрят.